Мужчины-марионетки, женщины-марионетки подвешены даже лапы и уши собаки. Гаврюша, Гаврюша, я тебе говорю, это все ее французские романы. В этот раз в театре кукол дергают за ниточки. Для этого артисты специально обучались управлять марионетками, а сейчас тренируют спину и руки, чтобы выдержать полный спектакль. Труд физический и моральный, зато выражение эмоций у такой куклы ярче. И чем больше ниточек, тем больше фигуры оживают. Допустим, у меня здесь нет, потому что нет необходимости, привязываются пятки, чтобы проще вставать на колени, либо на оба колена. Ну, то есть это уже у нас в героях в метели. Ну, да, чем сложнее кукла, тем она, наверное, сложнее в освоении, но потом убедительнее на практике. Сказка представляет новый спектакль сразу по двум произведениям Пушкина и Гоголя с названием «Метель. Шинель». В нем хорошо знакомы нам персонажи одноименных произведений, а пересеклись две вселенные в голове гимнасиста, который в последнюю ночь готовится к экзаменам. На его месте представить себя может каждый зритель. Классика, она, наверное, на то и классика, что вот она настолько глубокая и обширная, и так много можно из нее почерпнуть, и черпать, и черпать. И вот мы сколько, в принципе, репетируем, сколько работаем, столько и, ну, она вызывает какие-то эмоции, переживания, и как бы не устаешь ее исследовать. Именно поэтому среди различных форматов кукол главный режиссер выбрал марионетку. Мы все-таки решили идти за Пушкиным и пойти за устремлением. Человек будет стремиться. И мы, мы сами хотим дотянуться до этих авторов. А дотянуться, может, марионеткой. Повернуться сюда, будет смотреть совершенно по-другому. Смотрит вот так, он будет по-другому. Наклонился. Ну и все. И мы оживляем всю работу художника. Почувствовать этот эффект могут все желающие. Премьера спектакля состоится в эти выходные. 27 и 28 сентября. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком.